Так, дорогие друзья, всем доброе утро, добрейшее, прекраснейшее утро всем слушателям, воикра, все, кто хотят приблизиться к Богу, сейчас самое время приблизиться к Богу, самое время, прям реально я сегодня понял, осознал, что кто это все сделал, это же все Бог делает, это прям написано, что все эпидемии, они от Бога, и это Бог с нами разговаривает, прям сегодня у нас тоже отрывок, мы выучим, Яков Шатадин, привет, сегодня мы выучим отрывок, как раз про эпидемию, как раз совпало сегодня, что в Мишле есть как раз про эпидемию, и мы сейчас все поймем, так, пока все собираются, значит, у нас есть сегодня у нас урок, сегодня у нас урок, он посвящен, один из учеников наших, он пожертвовал, чтобы сегодняшний урок был на развитие портала воикра, чтобы сегодняшний урок был для поднятия души его отца, то есть его отец, он вышел из этого тела, из этого мира, он сейчас, слава Богу, уже в раю, и сейчас его сын, он для поднятия его души, чтобы он дает заслуги, и он помогает другим людям, он тем самым помогает своему отцу, отца зовут Вена Рувин Бен Данил, чтобы было ему Вена Рувин Бен Данил, чтобы его душа была там связана с душами праведников, чтобы он поднялся на уровень, где находятся самые великие праведники, потому что, когда, что мы в этом мире оставляем, Рувин Вена Бен Данил, Рувин Вена Бен Данил, его правильно зовут, да, я почитаю, напоминаю, хорошо, и мы продолжаем изучать Тору, конкретно мы изучаем сейчас притчи царя Соломона Мишли, великий царь, сын царя Давида Шлома Бен Давид, его звали так, он построил первый Иерусалимский храм около 3000 лет назад, и он изложил свою философию, то, как он видит мир, то есть, это было, он знал всю Тору, он был пророк, и он изложил это в книгах Экклезиаст, Экклезиаст это Коэлит, на иврите, в Арииднале называется эта книга, Мишли, это притчи, это вторая его книга, и третья называется Шер Ашрим, песнь песней, это о любви к Богу, это очень глубокая духовная книга, которую я не понимаю, поэтому я даже ее не начинал учить, там скрыты очень глубокие вещи, которые мне лично непонятны. Хорошо, дорогие друзья, все, мы собрались уже, и, как всегда бывает во время эпидемии, то люди обращаются к Богу, мы видим, что у нас, например, вчера было уже 250 участников на уроке, сегодня, я думаю, будет столько же или больше, потому что, зачем Бог делает эпидемии, чтобы люди очнулись, проснулись, и поняли вообще, что кто в мире хозяин, уже люди же думали, что люди в мире хозяева, да, шла уже, знаете, вот это все, мы дошли до самого края, клонирование, стволовые клетки, омоложение, биохатинг, нет никакого биохатинга, весь биохатинг, он на небе, и Бог, он как управлял миром, так и управляет, и все вот эти сейчас биохатинги, все клонирования, все исследования ученых, которые умничали, что Бога нет, сейчас никто не может справиться с маленьким вирусом, с короной, с маленькой короной, да, нет у него даже короны, представляете вообще, какая сейчас история, что насколько Бог показал всему миру, что мы как были беззащитные, и есть у нас одно спасение, и это Бог, и жить по божественным законам, по правилам, так сейчас все и видно, весь мир остановился, маленький вирусик остановил весь мир, представляете вообще, удивительно, хорошо, теперь, значит, мы продолжаем изучать Тору для того, чтобы понять, для того, чтобы понять, как вся система работает, и, значит, давайте двигаемся дальше, двигаемся дальше, значит, мы дошли до, вчера мы изучили, что непорочность прямодушных вводит их, и порочность вероломных погубит их, это мы вчера узнали, то есть система мышления человека, она его или выруливает, или она его ведет к погибели, то есть, каждого из нас по жизни ведет идеология, система мышления, у каждого человека в голове есть система принятия решений, что делать, как делать, как жить, и эта система, она человека прямодушного, у которого эта система, она прямая, и она построена по божественным законам, она его ведет по жизни, у человека вероломного, там, или злодея, и так далее, она его ведет к смерти, это мы изучили. Четвертый отрывок, четвертый отрывок одиннадцатой главы звучит так, это один из самых частых отрывков, которые я слышал вообще в жизни, его очень много используют в религиозном еврейском обществе, и звучит это так, ло-йо-иль он бьем евра, значит, не поможет имущество богатства в день евра, в день гнева бога, не поможет имущество в день гнева бога, уцдака татсиль мемавет, а цдака, это милосердие, помощь людям, она спасает от смерти. Вот смотрите, как интересно получается, да? То есть на сегодня весь мир, неважно сколько у тебя денег, все отрезаны друг от друга, все, нельзя лететь, самолеты не летают, страны не принимают, все закрыты. И в момент, когда начинается гнев бога, то болеют все, звезды, правительство, там, и так далее, то есть нет спасения, когда бог начинает гневаться на мир, то в этот момент никакое имущество, никакая власть, никакая сила, они не помогают. А что помогает? Только помогает цдака и милосердие, она спасает от смерти. Что такое цдака, да, выполнение заповеди? Это духовный акт, это действие, направление мысли, когда человек говорит, что я хочу помочь ближнему, я хочу помочь человеку, я его не знаю, этот человек для меня вообще, ну как бы чужой, но я хочу ему помочь. То есть это акт доброты такой, который, так как бог с миром ведет себя так же, как люди себя ведут друг с другом, то получается, что вот этот акт бескорыстной доброты, он включает на небе то же самое, такую же доброту. Но когда люди становятся друг к другу, как волк, да, там, как волк, они начинают бороться, конкуренция и так далее, в этот момент, в этот момент начинается гнев Бога. И в этот момент то, ради чего люди, в общем-то, и делали друг другу зло, они каждый старался набрать себе больше имущества, больше денег, больше удовольствия, больше забрать себе еще, еще, еще. То есть когда люди настроены на то, чтобы забирать, в какой-то момент включается гнев Бога. И то, что они набрали, оно им не помогает. Понятно, да? Теперь, но если люди, наоборот, они помогают друг другу, то это спасает от смерти. Представляете, даже в моменты, когда уже началась вот эта вот вся история, то цдака, милосердие, оно спасает от смерти. Значит, как это работает? Давайте посмотрим, как в жизни это работает. Я вспоминаю одну историю, я ее один раз уже рассказывал. На меня она произвела впечатление очень сильно, что как цдака спасает от смерти, как милосердие спасает человека от смерти. Значит, я рассказывал эту историю. Был один в Берлине адвокат, еврейский адвокат, это было в 30-е годы, который очень много зарабатывал, он был очень богатый. И в какой-то момент к нему пришли люди, евреи, и говорят, вы знаете, мы сейчас 20-е годы были тогда, конец 20-х годов, мы хотим ехать в Израиль, но там голод, там нет у нас денег, ничего. Помогите нам купить там землю, чтобы мы могли обрабатывать землю и кушать. Он дал им деньги, он говорит, ладно, вот вам там, по-моему, сумма была 50 тысяч марок, и он купил на эти 50 тысяч марок, он купил участок земли в Израиле и дал его им в пользование без денег, ну, просто он купил землю, им отдал, пользуйтесь. И они поехали в Израиль, на этой земле они сделали сельскохозяйственное поселение и жили там спокойно. А он продолжал работать, зарабатывал деньги, стал богатым очень фабрикантом и в какой-то момент женился. И тут пришли нацисты к власти. 32-33 год, они забрали у него все, что было, а его посадили в тюрьму. Как было в Германии, когда нацисты пришли к власти в Нюрнберге, они сдали антиеврестии законы и сказали тем евреям, которые были больше немцами, чем сами немцы, сказали, вы не немцы, и полностью их лишили всего. Забрали имущество, лишили всех должностей, хотя были евреи, в то время министры в правительстве, в немецком был министр иностранных дел. И всего лишили, и его посадили в тюрьму. И вот он сидит в тюрьме, его жена собрала последние деньги и говорит, отпустите его, у него день рождения на один день. За взятку она его на один день вытащила из тюрьмы, кинула в багажник, и у нее был австрийский паспорт, уехала из Германии в Австрию с ним вместе в багажнике, но дальше-то куда ехать? Ехать некуда. И тут вспомнили они, что у них есть имущество в подмандатной Палестине, это же принадлежало тогда, когда Израиль принадлежал Германии. И они, благодаря тому, что у них была эта земля там, которого когда-то он просто эти деньги дал на цдаку, на милосердие, то есть помочь людям, у них была там земля, и им на основании этого документа дали, Англия дала визу, чтобы они смогли убежать, уехать в Палестину. И они, эта семья осталась жить, известная израильская семья, которая, вот я читал эту историю, их спасение. И второй, второй момент, второй момент, тоже я хотел рассказать историю, как милосердие спасает от смерти, и как в день, когда Бог гневается, не помогает никакое богатство. Тоже я слушал эту историю в Израиле, по радио рассказывал один человек, он рассказывал историю своей семьи, он рассказывал историю своей семьи, и говорит так, что мой отец в 20-е, в 30-е годы, он жил в Литве, и он был выдающийся знаток Торы, его приняли в такую ешиву, где учились выдающиеся знатоки Торы, прям гении. Ешива для гениальных таких мудрецов. И в этой ешиве было принято тогда, в Литве евреи жили очень хорошо, богато, это была такая европейская страна, и значит было принято, что богатые тоже очень люди, они хотели выдавать своих дочерей замуж за мудрецов, и они искали своим дочкам, женихом из этой ешивы. И самые вот эти вот ребята, мудрецы такие Торы, женились на девушках из религиозных еврейских семей, и их отцы, этих девушек, брали на себя обязательство содержать семью, дарили им какие-то дома, которые можно было сдавать в аренду, фабрити там и так далее, и значит так они жили. И вот этот вот человек, который рассказывал в Израиле эту историю, он говорит, ну мой отец, он учился в этой ешиве, и у Рош Ешивы, у главы ешивы была дочка, а так как Рош Ешивы, он работал за зарплату, Рош Ешивы это как главный, ну вот учитель, преподаватель, он был просто преподаватель, работал за зарплату, то у него не было денег, чтобы дать приданное своей дочке, у него была дочка, но без приданного. И он думал, жениться на женщине из богатой семьи и обеспечить себя полностью всю свою жизнь, чтобы можно было спокойно сидеть в Читору, или же жениться на дочке вот этого раввина, которая была бедная девушка. И он говорит, мой отец решил жениться на дочке этого раввина, и он женился на ней без всякого приданного, этот Рош Ешивы дал им маленькую комнатку, у него была с женой много детей, была двухкомнатная квартира, он им дал полкомнаты маленькой, где они жили, у них родился ребенок, в маленькой комнатушке они жили, родился ребенок, и тут в этот момент начинается Вторая мировая война, и было две недели, когда можно было из Литвы уехать, две недели всего было. И он говорит, что мой отец с матерью, с ребенком подумали, что если есть опасность, и если есть вот такая ситуация, война началась и так далее, то мы уедем. И они взяли ребенка и уехали. Все остальные, им жалко было оставлять богатство, и они говорили себе, все будет спокойно, все будет нормально, и они все остались. Как мы знаем, что когда пришли нацисты, все 200 тысяч евреев, которые жили тогда в Литве, всех убили в течение буквально одного месяца, и, значит, остались живы, вот этот вот парень, его родители остались живы. Почему? Вот мы теперь знаем, не поможет богатство в день, когда Бог гневается на мир, а от здака милосердия спасает от смерти. Как спасает от смерти? Вот мы сейчас видим, сама эпидемия показывает, что здесь уже перестают действовать законы биологии, законы там здравого смысла, законы логики. То есть сейчас в мире ситуация поменялась. Весь мир со всей наукой, со всеми материалистическими подходами не может справиться с одним вирусом, с одним микробом, который сейчас, вирус этот вот он расселяется по миру. То есть понятно, что в этот момент человек должен признать свою слабость и понять, что есть тот, кто управляет мирозданием, вот его не было, вот он есть. И в этот момент, если люди поймут, осознают, как было в Нинве, когда есть книга пророка Йоны, пророка Йоны, когда Бог его послал в Нинве и сказал ему, что скажи, что я этот город уничтожу за грехи. И люди в городе, они сделали раскаяние. Можете найти книга. Мы попросим, может Влада, давайте это будет классная вещь, если мы сейчас попросим, чтобы прикрепили к этому уроку книгу пророка Йоны, где рассказывается о том, как Бог конкретно в этой книге, как Бог хотел уничтожить город, послал туда пророка, люди раскаялись, и город был спасен. Возможно, сейчас в мире такая же ситуация, если мы это поймем и осознаем, то тогда и закончится вся эта эпидемия. Потому что смысл всего этого, чтобы люди стали людьми, опять поняли, что мир состоит не только из работы, развлечений. Вот сейчас нас как раз лишили всего вот этого. Работы нет, развлечений нет, все закрыто. И с чем ты остаешься? С тем, что самое важное. Есть ты, есть твое здоровье, есть твоя семья, есть твое духовное развитие, и есть твое духовное развитие, и все. Вот то, что есть у человека, то, что у него нельзя забрать. И это есть всегда. Это есть всегда. То есть, твое духовное развитие, оно всегда с тобой. Учи Тору. Твое интеллектуальное развитие всегда с тобой. Твое физическое развитие всегда с тобой. Близкие люди, они с тобой. Если ты с ними, то ты можешь с ними проводить время, любить их, Разговаривать, общаться То есть то, что настоящее То у человека нельзя забрать То, что иллюзорное Но то, ради чего весь мир двигался Оно сейчас оп и все рассыпалось И рассыпалось все И человек думает, да, вот и с чем я остался Вот ты остался с тем, что Твое настоящее, есть ты Твое тело, твоя душа И вот этим надо заниматься И это у тебя никто не заберет никогда Пока ты не умрешь и не уйдешь в следующий мир Понятно, да, идея? Хорошо, вот это был четвертый отрывок Из Мишли, из 11 главы Теперь пятый отрывок Циткат Тамим Теошер Дарко Значит, сдака Милосердия человека Тамим Тамим это простой такой, да Она выпрямит его путь Убери шато и поле раша И в злодействии его Упадет злодей Значит, тут нам надо понять Кого царь Соломон называет человеком простым И кто это вообще простой человек Простой человек Это человек, у которого есть Он особо не думает Он не выдумывает себе философию Он ничего не сравнивает Он живет по схеме Ему сказали Иди туда Он идет туда Ему сказали Иди туда Он идет туда Ему сказали, надо быть пионером Он пионер Ему сказали, что сейчас надо болеть за шахтер Он болеет за шахтер Ему сказали, что сейчас сидит в карантине Он сидит в карантине Это простой человек Который не задает вопросов И который живет по правилам И он эти правила не меняет Я не знаю, какой процент простых людей Но их очень много Но простой человек не значит хороший Потому что если простому человеку Как в Германии говорили простым людям Все, вот значит мы идем захватывать мир Они берут оружие и идут захватывать мир Потом им говорят Нацизм это преступление простым людям И все как один говорят Да, нацизм это был преступление Это была наша ошибка То есть простые люди не всегда хорошие и добрые Они идут по простой схеме Говорит нам царь Соломон в пятом отрывке Что милосердие простого человека Выпрямит его путь То есть когда он начинает делать милосердие И добрые дела То вот это действие Выруливает его В правильном направлении То есть очень легко определить Этот простой человек Он идет в сторону добра Или в сторону зла Или он делает милосердие другим людям Или не делает Если он добрый Красавчик То есть это выпрямит весь его путь И все его действия остальные Они накрутятся на то Что он хочет делать добро Милосердие к другим людям Теперь оно выпрямит его путь Убери шато и поля раша А по злодейству его упадет злодей Зачем занимается злодей? Злодей занимается прямо противоположным Он все время думает Как выкружить Как забрать То есть кто такой злодей? По божественной схеме Злодей по божественной схеме Это тот кто делает зло То что Бог назвал злом Грабить Воровать Обижать людей Говорить злоязычие Злой глаз Когда ты негативщик И пессимист Им не нравится мир Все это относится к понятию зло То есть негатив Зло в отношениях В эмоциях И так далее Это все сторона зла Теперь злодей Он в своем зле Он в нем же и упадет То есть с чего начинается зло? Зло начинается со злого глаза Зависти Человек смотрит на мир и говорит Вот все плохо Бог плохой Или Бога нет Люди плохие Все мне хотят зла И он создав себе Такую модель мира Он в ней же падает А куда ты убежишь тогда? Тебе бежать-то некуда То есть если мир плохой Все Ты никуда не убежишь Если нету рая Тебе некуда идти Я знаю там есть один психолог И он говорит Да никто вам не поможет Это все бабушкины сказки Вы Бога выдумали Вы выдумали надежду Вы выдумали Вы выдумали Что придет какой-то спаситель Вы все это выдумали Это все выдумка И он такой прямо всем Пытается доказать Что это выдумка А с чем он остается? С паническими атаками С депрессией С попыткой в своем Вот в этом мире Который он себе построил Без Бога Без надежды Без спасения Он в нем пытается Построить счастливую жизнь Нереально Нету в нем счастья То есть В своем злодействии Он сам и запутывается Понятно, да? Это очень сильная вещь То есть Но одна вещь Когда ты начинаешь делать Милосердие по отношению К другим людям Здака простого человека Выпрямит его путь В злодействии Упадет злодей Все Вот это вот то Что мы сегодня изучили Два отрывка Из Одиннадцатой главы И Значит Вот я здесь еще писал Кстати, когда Это переводил То Откуда видно Что в злодействии В своем злодействии Упадет злодей Недавно мы изучали Пурим Как раз Пуримская история Там был главный злодей Аман Аман Он построил Виселицу Чтобы повесить Мордыхая И на этой Виселице Повесили Амана То есть В злодействии его Будет наказан злодей В Нюрнберге Нацистские преступники Они как раз строили Я был недавно В Нюрнберге Они строили У них были По полмиллиона Там эти все съезды Они строили Какие-то невероятные Там Стадионы И так далее Чтобы доказать Что их идеология Она самая правильная Тысячелетний рейх Всех евреев уничтожить Всех народы в рабство Всех больных убить Сумасшедших убить Тех убить Всех убить Мы высшая раса Там все Это они все выдумывали В Нюрнберге Там же в Нюрнберге Потом был суд Над нацистскими преступниками И главных их Идеологов Десять человек Повесили там Где они придумали Уничтожить весь мир Там же были уничтожены они Это то Что здесь написано Что в злодействии От своего же злодейства Пойдет злодей Все дорогие друзья Значит Кто хочет чтобы эпидемия остановилась Сделайте добро Прям без остановки Сегодня Сто добрых дел Сто добрых слов Друг другу Напишите Сейчас есть время Напишите всем Кому вы хотите написать Добрые слова Спасибо Смайлики Все Милосердие Делаем добро То есть делаем добро И добро Побеждает вирусы Вирус можно победить Только добром Понятно да Все Удачи Всем успехов Прекрасного Хорошего дня Все будет отлично Я вам просто гарантирую Бог нас любит Бог мир любит С миром ничего не будет А единственное что Что система Которая построена Неправильно Она рушится То есть сегодня Мир был построен Неправильно Вот это все Там Гомосексуальные Отношения Во всем мире То что Узаконили Ну как можно Ити против Бога Бог сказал что Это нельзя Бог создал Мужчину и женщину Если даже Кто-то хочет Этим заниматься Пожалуйста Занимайтесь Зачем это Узаконить Зачем это Сделать Прямо Прямо так вот Сказать А нам все равно Что написано Что Бог сказал Мы это хотим Сделать Прямо парады Гордости Нельзя этого делать Этого делать нельзя Хотите заниматься Занимайтесь Сказать что это стало Вдруг добром Нельзя Бог он сильнее Бог вот как он Мир установил Как в Торе записано Так и будет Все Нет у нас вариантов Других Поэтому Делаем добро И молимся за то Чтобы те люди Которые не понимают Что это добро Чтобы они поняли Что есть добро Бог это добро И делали правильные вещи Все Всем пока Соблюдайте заповеди И делайте Отздаку Милосердие Другим людям